Всем привет, друзья! В общей сложности на нашей планете обитает свыше 7 миллионов видов разных животных и других существ. И как же странно осознавать, что все это разнообразие произошло когда-то давно от одних и тех же одноклеточных организмов. Вот только иногда кажется, что далеко не все животные произошли от обычных бактерий. Некоторые существа нашей планеты имеют такой необычный вид и обладают такими странными способностями, что не больно задаешься вопросом, а не участвовали ли в их создании мистические темные силы? Сегодня мы поговорим про животных, которых, кажется, создал сам дьявол. Поехали! Обезьяны уакари Мы привыкли считать, что обезьяны это такие очень милые существа, которые резво скачут по деревьям, используют для поддержки длинный хвост. И действительно, подобных обезьян на планете немало. И что-то нам подсказывает, что если бы обезьянки уакари не вели такой уединенный образ жизни, они бы очень быстро стали изгоями в обезьянном обществе. Почему? Ну, потому что у них длинного хвоста нет. Но это еще полбеды. Обезьяны уакари здорово подмачивают всем другим обезьянам репутацию, потому что выглядит совсем не мило. Все тело животного, как и других сородичей, покрыто густой шерстью. А вот мордочка сильно отличается. Она красная и голая, как будто обезьяна болеет чем-то жутко опасным и жутко заразным. Но не переживайте, эта обезьяна уакари абсолютно здорова. Как мы это выяснили? Дело в том, что красная кожа на мордочке – своеобразный индикатор. Если цвет максимально насыщенный и жуткий, значит животное здорова. А вот если жуткость куда-то делась и мордочка побледнела, значит обезьяна неважно себя чувствует и, скорее всего, нездорова. Все это дает нам основание полагать, что в создании обезьян уакари, живущих на южноамериканском континенте, наверняка замешаны темные силы. Акула-гоблин Впервые люди узнали о существовании этой акулы в 1897 году. Именно тогда она была выловлена у берегов Японии. И что-то нам подсказывает, что рыбаку, которому посчастливилось сделать это открытие, не удалось отделаться легким испугом. Потому что если бы такое чудовище выловили мы, сердечный приступ был бы нам гарантирован. Акула-гоблин является представителем уникального вида акул, который обитает на глубине свыше 200 метров под водой. Поразительно, что хотя о существовании этой акулы человечество знает довольно давно, всего науке известно лишь 45 экземпляров этих существ. Если вы хоть раз видели акулу-гоблина, вы уже никогда не забудете, как она выглядит. Мягкое, как будто дряхлое тело, скрывающее под кожей сильные мускулы. Ужасная морда, страшные глаза и выдвигающиеся челюсти. Да-да, вы все поняли правильно. Эта акула действительно обладает уникальнейшим строением челюсти. Они выдвигаются далеко вперед, делая ее еще более смертоносной и устрашающей. Пурпурная лягушка Такое ощущение, что когда природа раздавала различным существам красоту в разных порциях, эта лягушка стояла в самом конце очереди, а потому ей ничего не досталось. А может, она вообще ни в какой очереди не стояла? И такой необычный облик – делорук вовсе не природы, а дьявола! Этот вид был обнаружен сравнительно недавно, всего лишь в 2003 году. Отчасти такое запоздалое открытие объясняется очень ограниченным ареалом обитания. Лилобая лягушка обитает только в Индии, в горах Западной Гаты, на территории, которая не превышает 14 квадратных километров. Но вот и все, больше нигде на планете ее не встретить, а еще большую часть времени она проводит под землей и выбирается на поверхность всего на две недели в году, чтобы найти партнера для размножения. В 2008 году эта лягушка вошла в список из 20 самых странных животных на планете, и мы, если честно, хорошо понимаем, почему. Мягкотелые черепахи А это существо, если встретить его на суше, на первый взгляд может показаться карликовым, растолстевшим морским котиком. Отличается черепаха от всех своих сородичей тем, что имеет мягкое тело. В смысле, полностью мягкое. Даже панцирь вместо того, чтобы быть роговым, обтянут кожей. Такое необычное строение тела объясняется тем, что мягкотелые черепахи ведут практически полностью водный образ жизни. Но это еще не все. Оказывается, всей своей кожей черепаха может в буквальном смысле дышать. Под водой она может проводить до нескольких часов. Все потому, что глотка своим строением напоминает жабры, а кожа пронизана огромным количеством капилляров. Для того самого кожного дыхания, про которое мы говорили. Интересно, что мягкотелые черепахи – хищники. Они полностью зарываются в подводный песок, высовывают только глаза и хоботок, а затем нападают, когда ни о чем не подозревающая мелкая рыба подплывает слишком близко. Ну вот вы когда-нибудь бы подумали такое о черепашке? Аист-марабу Считается, что именно аисты приносят в семьи детей. Но если бы вам принес домой ребенка такой аист, вы бы вряд ли обрадовались. А все потому, что выглядит он то ли как очень старая, то ли как очень больная птица. А может быть даже и все вместе. Однако аистам-марабу попросту не повезло с внешностью. Особи, которых мы вам показываем, полностью здоровы. Впрочем, такая необычная внешность была дана аисту вовсе не случайно. Дело в том, что он падальщик, то есть питается умершими животными. И дьявол, то есть мы хотели сказать природа, заботливо отобрал у этих птиц перья на голове и шее. Все для того, чтобы они не пачкались во время еды. Странная розовая штука, которую можно заметить на горле у аиста, является горловым мешком. На него птица может класть голову, отдыхая. Раньше ученые считали, что мешок этот нужен для хранения пищи. Однако в итоге оказалось, что с помощью него самцы-марабу привлекают самок. Нетопырь Дарвина Так, а к этому существу у нас очень много вопросов. Например, кто ему разрешил украсть губную помаду, да еще и так не умела ей накраситься? Ну или как так вышло, что рыба… Нет, вы только вдумайтесь, рыба плохо плавает. Мы сейчас говорим абсолютно серьезно. Нетопырь Дарвина – это рыба, которая живет в воде, но при этом плохо плавает. Для передвижения она использует свои специально приспособленные для этого грудные плавники. Вот только она не размахивает ими в воде, а перебирает по морскому дну, как лапками. Смешной нарост, выступающий у рыбы сверху на голове, называется иллицей, и может показаться, что он чем-то напоминает удочку. Скорее всего, потому что это и есть удочка. На конце нароста находится кожистый мешочек, который ну очень напоминает червяка. Мелкие рыбешки подплывают, желая им полакомиться, однако попадают прямо в накрашенную помадой пасть нетопыря Дарвина. Мадагаскарская руконожка или ай-ай Этот вид руконожек был открыт еще в 1780 году исследователем Пьером Сонеро, работавшим на западном берегу Мадагаскара. Вы сможете сказать, что это за зверек, внимательно посмотрев на него некоторое время? Нет? Вот и ученые сразу не смогли этого сделать. О систематическом положении ай-ай велись долгие споры. Из-за своеобразного строения зубов этих животных сначала относили к грызунам, но потом ученые пришли к заключению, что это лемуры особой группы. Помимо того, что ай-ай имеет необычный и немного устрашающий вид, у него есть довольно неутешительная история. В культуре коренных жителей Мадагаскара этого маленького зверяка боялись как огня. Считалось, что любой человек, повредивший или убивший руконожку, умрет не более чем через год. Более того, считается, что настоящее название вида на мальгашском языке до сих пор неизвестно науке, так как его боятся произносить вслух. По этой же причине животное совершенно не упоминается в фольклоре мальгашей. Рыба-жаба Далеко немногие рыбы обладают способностью издавать звуки. И уж тем более на планете нет таких рыб, которые издавали бы звуки, болезненные для человеческого уха. Но мы нашли для вас одну, и называется она рыба-жаба. Она способна издавать звуки, от которых кровь стынет в жилах, жутки скрежут, хриплое ворчание и даже гудение. Таким образом, она показывает остальным рыбам своего вида, что территория уже занята, она тут охотится. Остальных сюда не звали, поэтому рыба как можно яснее намекает издаваемыми звуками, чтобы нежеланные гости исчезали. Если подобраться к рыбе совсем близко, звуки, которые она издает, могут достигать отметки выше 100 дБ. Ощущения примерно такие же, как если бы вы встали вплотную к мотоциклу с ревущим двигателем. Но мотоцикл-то большой, а рыба-жаба маленькая, достигает в длину максимум 43 см, и все равно звучит очень устрашающе. Трубкозуб Когда ученые впервые обнаружили это существо на просторах Африки, они решили, что оно – дальний родственник южноамериканского муравьеда. Однако впоследствии оказалось, что они все-таки разного вида. Ну а внешний вид трубкозуба – это то, к чему его привела эволюция, ведь он тоже питается термитами и муравьями. Вообще для ученых трубкозуб – настоящая загадка, потому что его эволюционное происхождение до сих пор так и не было выяснено. Внешний вид животного задачу решить не помогает, потому что выглядит оно так, будто у животных, не имеющих друг к другу никакого отношения, забрали разные части тела, а затем соединили их воедино. У трубкозуба удлиненная, похожая на свинью морда, зайчьи уши и сильный, как у кенгуру, хвост. Японский краб-паук А вот еще одно животное, внешний вид которого крайне неоднозначен. Это паук? Это краб? Это нечто среднее между ними? Скорее всего, последний вариант. Обитает существо только в одном месте на планете – на побережье Японии. Несмотря на то, что японский краб-паук имеет довольно устрашающий вид, вы можете не переживать столкнуться с ним во время купания. Ну, если вы вдруг окажетесь в Японии, потому что обитает он на глубине от 50 до 300 метров. Вес взрослых особей может достигать 40 килограмм. Длина одного только тела без ног – 80 сантиметров. Ну, а с ногами и вовсе целых 6 метров. Последний аргумент в пользу дьявольского происхождения этого животного – невероятно долгий срок жизни. Японский краб-паук, если его не вылавливают рыбаки, доживает аж до сотни лет. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Брайн Тайм! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего! Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны – все это и многое другое вы найдете здесь! Подписывайтесь, не пожалеете! Субтитры сделал DimaTorzok